Домотехника Нам любезно предложила и предоставила Помещение, в котором мы сможем Проэксплуатировать данную печь Ну что ж Приступим, сейчас я зажгу Печку, растоплю и будем Готовить Что ж, приступим к рожеву печи Так, стоит напомнить, что Дрова укладываются в вертикальном Положении и рекомендую Размер дров 40-45 см Попробуем еще приготовить Что-нибудь Следом за большими дровишками Я укладываю, как вы видите Небольшие щепочки Чтобы процесс рожега Был еще более быстрым Немного бумаги Чтобы Ускорить Процесс А сам момент рожега Мы осуществляем через Нижнюю камеру Которая специально Тут имеет дополнительный Такой отсек Приступим Друзья, в прошлом видеоролике мы достаточно подробно с вами поговорили о конвекционной функции печи Milano 2 Сейчас я постараюсь это продемонстрировать При помощи вот этой обычной салфетки Как мы видим, салфетки швелятся достаточно активно Это происходит по какому принципу? Так, мне уже горячо рукам Сейчас я объясню Как мы все знаем по законам физики Холодный воздух у нас находится ниже к земле Значит, при помощи вот этих отверстий в печи Он засасывается И по истечению того, как он нагревается Он начинает подниматься вверх И уже горячим выходит из этих отверстий Таким образом, упираясь в потолок Он вытесняет холодный воздух И происходит в некотором смысле Круговорот воздушной массы в помещении Таким образом, помещение немного быстрее нагревается А сегодняшнее блюдо наше будет яичница с беконом Который я постараюсь приготовить Заодно мы посмотрим Настолько ли сильно нагревается варочная поверхность И как она удобна в эксплуатации при приготовлении блюда Вот уже наша сковорода готова Чтобы на нем можно было класть наш бекончик Сейчас мы это начнем делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Яйца И приступлю к готовке нашего блюда Вернее, к завершению готовки нашего блюда Знаете, я вот сейчас стою опыт И мне кажется, что я немножко смахивала Юлию Высоцкую с ее шоу знаменитым Друзья, я только что вспомнил, что я забыл повторить нашу яичницу Это сделаю Ну все, практически наша яичница готова И я бы хотел заострить ваше внимание на нескольких элементах Во-первых, конечно, инструмент должен быть другой, а не пластиковая вилочка Которая в очень скором времени у вас превратится в пластиковую грабику Господа, наша яичница уже готова Вот как должна выглядеть яичница Приготовленная, так сказать, в естественных условиях Вот так вот симпатично Что ж, я желаю нам всем приятного аппетита И надеюсь, что мысленно вы находитесь с нами, дорогие зрители И, конечно же, я хочу акцентировать внимание еще на вот этом, скажем так, элементе Это вот защищающая крышечка В данном случае она, конечно же, еще играет роль некой защищающей стенки Не позволяющей маслу, например, из сковородки попадать на дымоход Что, конечно же, его защищает и не дает, скажем так, внешним воздействием на него Неблагоприятно влиять Спасибо, что вы были с нами Мы обязательно в скором времени выложим еще видеоролик Да, уже на другую печь Также подробно о ней поговорим Так что ждите Мы скоро будем вновь с вами И снова здравствуйте, господа, меня зовут Дмитрий Наверное, надеюсь, вы рады меня вновь А вот тебя вот не рады Из-за зеркала Господа, вот наша, скажем так, сгибательная доза Одна из самых важных задач любого флора Не допустить сгорание в разуме Так, ну что, шикон до пол Сейчас мы приступим к разбиению яиц И, собственно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА